Здравствуйте! И вновь на пятом канале Высокая Нота. В нашей программе мы часто рассказываем о людях, которые ценой своего труда, может быть, неимоверных усилий или позыва душевного вершат настоящие чудеса, создают прекрасные коллективы, пишут замечательные песни. И когда таких людей в твоей жизни много, ты понимаешь, что жизнь прожита не зря. Вот и вчера, разглядывая почту, обратила внимание на новую победу народного коллектива хора «Русская песня Центра культуры и народного творчества», которая была получена ими 17 ноября в городе Екатеринбурге на областном фестивале-конкурсе «Песни русских композиторов только у нас на Урале имени Лаптева». И вновь вспомнился юбилейный концерт Надежды Николаевны, полный зрительский зал и очаровательные улыбки и аплодисменты. А почему бы нашу сегодняшнюю программу, подумала я, не посвятить человеку, который этого достоин и который всю свою жизнь служит самому главному, любимому делу? Я с ладом положу, на груди побежу, мечтал ей подарить, никому не скажу. Все мы родом из детства, так и наша героиня. Любовь к песне зародилась еще в раннем детстве. Предыка Диносова завода начала заниматься в кружке баянистов, потом в хоре, где получила первое азе сольного пения. Из-за боязни большого зала однажды не вышла на сцену, стеснялась таскать баян и в результате все бросила. Но судьба вывела таки на творческую дорожку. Надежда поступила в культпросветучилище на хоровое отделение. Затем работа в Куашнинском районном доме культуры. Сколько об этом писали тогда местные газеты. Победительницы конкурса «А ну, как ультработники». Успех на зональном смотре сельской самодеятельности. Вот фотографии белокурой красавицы. Словом, успехи и достижения привели к тому, что имя ее заносится в областную книгу почета работников культуры. Если человек талантлив, он несет этот талант туда, где живет и где служит. Вот и в Полевском все сложилось. Хор «Русская песня» вот уже несколько лет несет гордое звание «Народный». А Надежда Казанцева стала ярким представителем песенного народного творчества в нашем городе. Я должна благодарить тех зрителей, которые пришли сегодня на концерт. Конечно, не ожидала, что будет полный зал. Я очень счастлива. Этот вечер для меня действительно оказался праздничным, праздничным и юбилейным. Второе. Я хочу поблагодарить всех устроителей этого мероприятия. Лично вас, Инна Викторовна, в помощи, в подготовке сценария, в написании сценария, проведении этого концерта. Директора Центра культуры народного творчества Любовь Павловны Бабиной, ни Николаем, ни Алехиной, которые все оргвопросы решили положительно. Естественно, хочу большое и огромное спасибо сказать своему коллективу. Спасибо всем большое. Малахиту, Малахиту. Молодцы, конечно, молодцы. Поддержали в такой день. Я очень благодарна. Вы знаете, я просто переполнена, переполнена. Этим чувством, да, таким чувством. Просто у меня нет слов на самом деле. Рассказывая о нашей героине, нельзя не сказать о еще одной яркой странице ее творческой биографии – работе в Уральском народном хоре. «Шутка ли в деле» – пела вместе с самим Александром Малининым. Кстати, этот хор стал площадкой для многих именитых артистов. А «Надежда» получила большой багаж здесь как репертуара, так и исполнительского мастерства. Народные песни и песни уральских композиторов, народные песни регионов нашей страны свадебные, величальные – все дорого и все любимое. «Надежда» Я услышала по вашим аплодисментам, что это действительно великолепный коллектив. Я просто хочу отметить, что такие коллективы, как «Русская песня» у нас в области единичны. И этот коллектив нужно держать, помогать, поддерживать, ну и, естественно, пополнять, омолаживать не физически, а омолаживать духовно. Потому что «Русскую песню» держит наше поколение. Молодежь этого не понимает, что «Русскую песню» нужно сохранять. А этот коллектив сохраняет и очень на достойном уровне. Я много лет знаю Надежду Николаевну, знаю, насколько она болеет за «Русскую песню», а значит, болеет за свой народ. Я желаю, чтобы она долго-долго еще была руководителем этого коллектива, чтобы она воспитала еще не одно поколение, для того, чтобы вы радовались и ходили в этот прекрасный зал на концерты. Бессменным аккомпаниатором, концертмейстером коллектива является Анатолий Шелеметьев. Более 40 лет отданный им Центру культуры. Было время, когда и сам он руководил хоровыми коллективами. И, конечно, в этот вечер звучали слова благодарности в адрес Анатолия Ивановича за преданность делу и радость творчества. Прозвучала в этот вечер и песня о Полевском, написанная на музыку Ивана Баранова и слова Тамары Шушпанниковой. Творческий союз музыканта, поэта и коллектива запомнился ярким многоцветием талантом и необыкновенно красивым звучанием. Творческий союз музыканта, поэта и коллективам. Творческий союз музыканта, поэта и коллективам. Творческий союз музыканта, поэта и коллектива. Нашему городу очень повезло. Потому что мало в каком городе есть коллектив народного творчества С таким блестящим, профессиональным исполнением, с таким замечательным уральским звуком и с таким профессиональным, строгим и супер руководителем, как и Надежда Николаевна. Спасибо вам, дорогая команда. Юбилей. Великолепный концерт, яркость красок, душевность песен. Это все коллектив Надежды Николаевны. Мы желаем, весь наш коллектив, все гости сегодняшнего праздника, желаем вам творческого вдохновения и многое благая коммента. Наш дворец культуры Северского трубного завода всегда рад встрече с вами. И всегда для нас праздник принимать у себя на сцене коллективы Центра культуры и народного творчества. Такой, как сегодня, особенно. Низкий поклон. Спасибо за ваше творчество. Действительно, этот человек нам очень дорог, мы ее очень любим, уважаем, и нисколько не обижаемся на все требования. Руководитель, это не просто руководитель, это рукой водитель. Потому что мы понимаем каждое движение ее руки, да. Иногда она сама по этому не догадывается. Поэтому наша Надежда Николаевна, это женщина-умница, солнышко ясное, яркое, нежное, мудрая, разная, добрая, умная, просто красавица. Женщина с сердцем бесстрашно веселье, как первоцветовый бутон и ранимая, сила стихии и чудо спасения, как волшебство ее смышется имени, радость и ласку всегда создающие. Как догадаться, чего тебе хочется? Вольная, гордая, песни поющая, не подчиняйся молвеи и пророчествам, душу до донышка щедро дарящая, в мире изменчивом ты настоящая. Дружеские и партнерские отношения объединяет хоровская песня и коллектив детской музыкальной школы номер один. На вечере прозвучали фольклорный коллектив «Перезвоны» и ансамбль народных инструментов «Малахит». Кстати сказать, в Полевском Надежда Казанцева работает вот уже 30 лет. И мало кто помнит, что хор создавался на базе солевого цеха криолитового завода. За эти годы коллектив «Окреп» неоднократно побеждал во всероссийских и областных конкурсах, привозил много наград, дарил свое творчество жителям глубинки и областных городов. И везде их ждут, любят и помнят. Время вносит свои коррективы. ДКПКЗ переименован «Центр культуры», а лучшие коллективы живут и поныне. ПЕСНЯ Одна из моих коллег написала в социальной сети «А почему на наших мероприятиях так редко бывает молодежь?» Поверьте, этими вопросами мы задаемся очень часто. Мы радуемся, когда у нас процветают детские творческие коллективы. И мы очень рады, когда на наших мероприятиях бывают дети, подростки и молодое население в возрасте, скажем, до 25 лет. Ведь культура, она способна облагораживать, она способна делать нас ярче, красивее, эмоциональнее. А что может быть лучше в жизни? Поэтому спешите бывать на всех наших мероприятиях, спешите узнавать о всех новостях из мира культуры. Ведь этого достойна такая отрасль, которая делает нас намного лучше, чем мы есть. Напомню, что буквально совсем скоро, 6 декабря, в нашем городе состоится замечательный проект «Баян-шоу», на котором выступит замечательный молодой исполнитель, участник группы «Сансары» когда-то, а сегодня человек, который объезжают города со своим новым музыкальным проектом. Это Руслан Манин. Совсем скоро в нашей программе вы увидите интервью с ним. 8 декабря мы всех ждем во Дворце культуры на танцевальном вечере, где прозвучат замечательные мелодии в стиле 70-х, 80-х, 90-х. Словом, спешите видеть и чувствовать. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok